Теолис Работа с тенью, она несложная, достаточно специфическая. Культура движения нужна для артистов. Спокойным голосом не всегда получается добиться результата. Чтобы вытащить эмоции из них, их нужно довести до этого эмоционального состояния. Бывает по-всякому, скажем так. Руки вдоль экрана, горизонтально держи. Локти вниз. Все, пальцы сделай мягкие. Самое, наверное, сложное в тенях, в работе, это не забить сами тени какой-то там картинкой. Мы не делаем какой-нибудь там блокбастер. В основном это все-таки тени в экране. А контент, он больше как дополнение идет. Грань вот эта очень сложно удержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время работы возникают нюансы. При работе с экраном непосредственно у актеров в том, что они его могут цеплять, могут трогать. Все это нужно предугадать, расставить и сделать красивую картинку, чтобы во время шоу ничто не отвлекало актеров от игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я непосредственно занималась олимпийским видом спорта, художественной гимнастикой с четырех лет, профессионально. Я увидела видео выступления театра Теолис, и мне очень понравилось, и захотела попасть тоже в этот театр. Здесь есть чему учиться и куда развиваться, чтобы в дальнейшем получались такие красивые образы, и зритель наслаждался этим. Я занимался спортивной акробатикой, мастер спорта по спортивной акробатике. Самое сложное – это подготовить по шоу все, и уже гастрольный график, наверное, самое сложное. Я занималась цирковой студией недолго, и потом пошла танцевать, закончила на хореографа. И в театре тоже мне это очень помогает, потому что я немножко выставляю где-то по хореографии, помогаю ребятам заходить в форму и выходить, чтобы это эстетично красиво смотрелось. С детства занимаюсь бальной хореографией, специальность – балетмейстер-педагог. Театр открывает просто, можно сказать так, распахивает перед тобой двери, для того, чтобы посмотреть, большая возможность покататься по разным странам, городам. Субтитры создавал DimaTorzok